Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня хотелось бы вашему вниманию предложить некоторые размышления на тему, где искать утешение в скорби. Все мы хорошо знаем те трагические события, которые потрясли совсем недавно всю нашу страну. В ком искать утешение? Где найти опору в жизни? Обратимся к словам святого апостола Павла из 2-го послания Коринфянам из 1-й главы. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. «Ибо по мере того, как умножаются в нас страдания Христовые, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Вот так начинает свое второе послание Коринфянам святой апостол Павел и далее пишет о том, как в оси, какие они переживали скорби и страдания, что находились в таком состоянии, что даже не надеялись остаться в живых. Как актуально сейчас, дорогие друзья, задуматься над этими глубокими словами святого апостола Павла? А если мы вспомним, что святой пророк Исаия в 51 главе говорит такие слова «Я сам утешитель ваш». То есть Господь, сам Господь, устами пророка Исаии обращает внимание на то, что утешение – это сам Господь. Конечно, тяжело найти слова в нашем земном человеческом языке для утешения тех, кто внезапно потерял своих родных и близких. Тяжело найти утешение тем, кто, к сожалению, так и не сделал, может быть, никаких правильных выводов. Тяжело утешить тех, кто, может быть, даже и сделал правильные выводы, но ничего не может изменить. Хотелось бы вашему вниманию, дорогие друзья, чтобы мне говорить не от себя, зачитать из одной очень замечательной книги «Духовный дневник». Дневник православного священника, который называется «Каждый день подарок жизни». Автор этой книги неизвестен, но известно имя одной из самых усерднейших и внимательных ее читательниц. Это святая царица Александра Федоровна, мученица царица Александра, супруга святого страстотерпца, царя-мученика Николая. Эта книга попала в руки государыни незадолго до обрушившейся на Россию тогда, в начале 20-го столетия, страшных событий, трагических событий, перевернувших Россию полностью. С этой книгой святая мученица Александра не расставалась до конца своей жизни, и особенно во время Тобойской ссылки много она черпала отсюда утешительных мыслей. Хотелось бы зачитать вам, дорогие друзья, предложить вашему вниманию, кому это интересно, некоторые мысли из этого духовного дневника. В минуты глубокой скорби, в минуту безутешного горя только в Господе можем мы искать и найти утешение. Мы все, пережившие тяжелые испытания, знаем по опыту, как бессильны слова человеческие в такие минуты. Но многие из нас, если не все, испытали на себе всесильное утешение, дарованное нам свыше, струю благодати, орошающей сухую почву нашего наболевшего сердца. Непонятно и незнаснимо даже для нас самих. Вспомним те случаи с земной жизнью Спасителя нашего, когда Он являлся утешителем скорбящих. Он утешал и как Бог всемогущий, и как человек, которому понятны все житейские скорби. Как Бог, Он возвращал плачущим тех, которых смерть уже отняла от них. Вдове, в городе Наине, Он возвратил единственного сына, как мы читаем в Евангелии от Луки. И Аиру, дочь двенадцатилетнего траковицу. Марфиер и Марии, любимого брата, Лазаря. Но рядом с этим утешением, всемогущим, сверхъестественным, исцеляющим открытые раны и утирающим слезы, то есть то, что Господь именно своим божественным всемогуществом вернул усопших в эту жизнь, рядом с этим, Он утешал и по-человечески, указывая нам способ помочь и облегчить страдания братьев наших. Утешение это доступно всякому. Есть сочувствие искреннее, глубокое, болеющее скорбями страждущих братьев. «Прослезился Иисус», читаем мы в Евангелии от Иоанна, одиннадцатая глава, тридцать пятый стих, когда Господь подходил в Ифании к гробнице Лазаря, то прослезился Иисус, видя Марфу, видя Марию, плачущих, многих иудеев, пришедших утешать этих двух сестер, тоже плачущих, прослезился Иисус. То есть по человечеству Спаситель наш с глубокой скорби воспринимал это, хотя по Божеству Своему знал, что Он сейчас воскресит их брата и вернет его живым. В этих двух словах прослезился Иисус. Выражается вся сила, вся теплота сострадания, охватившая преисполненной любовью человеческое сердце Спасителя. В этих двух словах открывается перед нами путь к облегчению и смягчению жужой скорби, которую устранить мы бессильны. Ныне, стоя у гроба любимого существа, мы не можем надеяться на чудо, совершенное Спасителем при его земной жизни, но мы не должны скорбеть безутешно. Скорбеть, как прочие немущие упования, говорит святой апостол Павел в первом послании к Веселоникистам, 4 глава, 13 стих. Не скорбеть, как прочие немущие упования. Ибо мы знаем, в кого уверовали, и уверены, что Он силен сохранить залог наш вон и день. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. Быть может, этот день недалек, недалек тот день, день нашего утешения. В загробной жизни, в том чудесном мире, где уже не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, Господь возвратит нам на веки всех тех, которых мы оплакиваем и которым Он даровал вечную жизнь. А пока мы здесь горюем, Он плачет вместе с нами. Когда мы горюем здесь, во время такой безвременной, неожиданной, да, утраты близкого, любимого человека, Господь плачет вместе с нами. Он приходит к нам, чтобы не оставить нас сиротами и посылает нам утешение. И нас посылает быть утешителями тех, которых мы могли бы понять, если бы сами страдали. Вот такое небольшое утешительное слово из замечательной книги «Каждый день подарок Божий». Ну и, наверное, к этим словам хотелось бы добавить еще некоторые размышления, что всегда, когда происходит какое-то трагическое событие, влекующее за собой смерть, такую неожиданную смерть многих людей, то, наверное, нам, в первую очередь верующим людям, надо быть еще очень благоразумными в словах и оценках. Вы прекрасно понимаете, дорогие друзья, всякий род человеческой деятельности имеет свои издержки, и, наверное, и блогерство, особенно когда верующие люди являются блогерами, тоже имеет свои издержки. Когда какое-то событие произошло, особенно событие трагическое, не спешим сразу в таком информационном поле делиться своими соображениями, предположениями, своими выводами, от которых на самом деле никому ни жарко, ни холодно. Своими выводами, которые не утешат тех, которые потеряли родных и близких. Своими выводами или предположениями, которые не вернут усопших. Здесь надо молиться и сострадать. Нам, верующим людям, надо не торопиться со словами, дорогие друзья, а молиться и сострадать. Нам надо стараться, вот как мне кажется, дорогие друзья, вы можете соглашаться со мной, можете, нет, это свободная воля каждого. Надо научиться нам, особенно тем, кто считает себя православными блогерами, не торопиться с выводами, научиться прощать, научиться терпеть, научиться любить и за всех молиться. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok